Валерия, ученица второй ступени. Очень испортились отношения в семье. Живу с родителями, особенно с мамой. Все очень плачевно, каждый день скандалы. Мы буквально не можем находиться в одной комнате. Читать мантры и делать практики я не могу, так как душевное состояние ужасное. Талисман на замужество начал темнеть. Теперь я переживаю, что перестанет на меня действовать. Постоянно ком в горле, хочется плакать. Личной жизни у меня как таковой нет. Полгода дальше переписки, дело не идет. Видимся только общих друзей. Съехать на отдельную квартиру не позволяет финансы. Помогите, пожалуйста, мне советом. Я хочу вам сказать, сейчас я попробую на вас посмотреть. Я хочу вам сказать, что в вашей жизни произойдет переход, и вы, скорее всего, уже на следующий год будете и жить отдельно, и жить с мужчиной. Поэтому вы зря переживаете. Но все-таки, что необходимо сделать с родителями и как необходимо? Вы должны понять, что до того момента, пока вы не начнете изменять свое отношение к матери, вы не сможете выйти замуж. Как это сделать? Поставьте для себя задачу. Каждый день делать 10 комплиментов своей маме. Второе. Начните ее трогать. За руку возьмите как бы нечаянно, к плечу прикоснитесь, даже если вас она бесит, и вы готовы ее убить. Третье. Обязательно восхищайтесь ей. Говорите, какая же ты молодец. Какое у тебя там все правильно. Какая ты там? И когда она будет вам говорить, ты там зло, говорите, в этом мире все зло, мама. И она будет говорить, да ты тупая. Говорит, в этом мире все тупые, у нас умных нет. И вот таким образом говорите, как бы расширяя это. И не идите на конфликт. Я вам говорю, как только, как только у вас пройдет вот этот момент, где вы ненавидите маму, откроется ворота к вашему мужу, который будет таким же вредным, как мама. Но вы не переживайте. Я вас потом научу с мужем тоже находить общий язык. Но обязательно помните мою мантру. Ее еще раз скажу. Мкатэ викатэ роса грасамани соха. Читайте эту мантру дома, по утрам, с шепотом. Мкатэ викатэ, а на выдохе роса грасамани соха. Читайте это перед сном с открытыми глазами, или вечером, или когда спать ложитесь. Никто не сидит на вашей кровати, никто не видит, чем вы занимаетесь. Садитесь на кровать и читайте тихонько, 108 раз. Мкатэ викатэ роса грасамани соха. Таким образом, также делайте элементы прожигания. Представили себя и маму, представили будто между вами такой огненный столб, как будто это металл накалился. И обвели себя и маму огненным шаром, таким золотистого цвета. После чего делайте это на ночь, мама вас будет обожать. Вообще хочу вам сказать, мама к вам ничего плохого не имеет. Просто ваши мечты, которые вы себе намечтали, о том, что там прекрасный принц на прекрасном коне, прекрасная жизнь и так далее, заставляет вас дискомфортно чувствовать. И это заставляет вас шевелиться. И вы должны, преодолев страх, сделать что-нибудь в своей жизни. Но вы как хорошие... А мама участвует в этом, она создает процесс дискомфорта, который возник от того, что вы намечтали это все. Ну, поздравляю, книги по самореализации или книги там Кеха или каких-либо эзотериков пошли не напрасно. И в вашей жизни они вам помогают, создавая вот такие неблагополучные и плохие состояния отношения, которые есть между вами и вашей мамой. Я хочу вам сказать, мама ваша права, а вам нужно убрать страхи и искать возможности изменить свою судьбу. Переедьте к подруге, переедьте к знакомой, поищите там ученицу школы Кайлас, там найдите какую-нибудь, которая сама живет и даст вам возможность пожить с ней. Начните с чего-то, правда. Субтитры создавал DimaTorzok